Музыкальный мир настолько поглотил автотюн, что уже сложно вспомнить, есть ли еще те, кто вообще выкладывается на сцене, и как эти звезды поют вживую. С тебя лайк и погнали! Не забывай писать, кто больше понравился в комментариях. Начнем с Егора Крида. Артист признавался, что в начале карьеры переживал, что не особо умеет петь, но ему также не нравилось выступать под полную фонограмму. Прошло время, и в его живые выступления хорошо интегрировался автотюн в реальном времени. Тебя внутри разбитой души, я берегу, не знаю, кто за нас все решил. Но и до исполнения вживую Крит все же дошел, просто выбирая удобную для себя тональность в инструментальных версиях песен. Ни одна зерепич мне не верила, поднял вверх весь свой склад, будто перила. Никогда отзял все, вот и все дела, прыгнула бы как, но порой было не легко. Теперь от всех проблем меня несет ламбол. Его партнер по треку, певец Джонни, как-то раз резко влетел в чарты, и с тех пор каждый его трек не сползает оттуда. У артиста голос на записи не сильно отличается от живого вокала. Посмотрите сами. Холли Дэйбой, который из тиктокера превратился в настоящую звезду, довольно сложно обвинить в отсутствии вокала. Ведь благодаря его низкому тембру, во многом он и стал популярным. Малышка томно дышит, малышка хочет движет. Как с ней мне просто лук, как с ней мне только пить. Таугуна, жарь слома, жарь мини для секса печеных. На темноте мы пляшем танго, пьем мартини пьянка. Чего нельзя сказать о вокале Ольги Бузовой? Конечно, певица больше делает шоу для своих фанатов, и особенного вокала от нее не ждут. Ночь текила, я с ним про все забыла. Ну что, споем? Полина Гагарина уже не раз показывала свое мастерство. Девушка пела на Евровидении, где можно петь только вживую. А также она просто покорила Китай, когда участвовала в местном конкурсе талантов. Еще один исполнитель, покоривший Китай, это Витас. А его вокале существует множество теории. Вы наверняка видели это. Я подожду еще чуть-чуть. И собираться буду в путь. Но в защиту Витаса есть выступление, где он поет, попадая в ноты. И для этого даже убирает микрофон, чтобы никто не думал, что это фонограмма. Повторил эту песню и певец Димаш. Фанаты которого, услышав его исполнение, посчитали, что Витас никогда по-настоящему не пел свою же песню. Субтитры сделал DimaTorzok Отлично! Кто из них спел лучше? Пиши в комментариях. Белорусский певец Макс Корж. Конечно, его трудно сравнить по уровню вокала, но Максу это и не нужно. Артист взял свою аудиторию не техникой, а душой. И с тех пор все его концерты это одни лишь стадионы. И с тех пор все его концерты это одни лишь стадионы. Почему так больно и сильно? Почему так больно и сильно? Без их чувства просто в стрек-фокси так сына спеши. Почему так больно и сильно? Почему так больно и сильно? Спасибо за просмотр, если понравилось подпишись и до встречи.